Друзья мои, всем привет! Сегодняшнее видео начинается немножко необычно, а все по той причине, потому что у меня произошел косяк. Короче говоря, вчера пришел на рынок, с утра пораньше, еще никого не было, а снять вам цены и спокойно дальше ехать на работу. Ценник я снял, видео я сделал, все отлично, все замечательно. Тут у меня машина появляется в Уссурийске, я еду в Уссурийск, снимаю в Уссурийске клевое видео. Под ценником снимаю, снял классный автомобиль, поехал туда смотреть, Ниссан Сирена Е-Пар, 18-й год, машина бальная, с небольшим пробегом, по-моему 60 тысяч, 4 балла, максимальная комплектация, шикарный автомобиль, его отснял, отснял ценники. Короче говоря, пришел сейчас домой, сел за компьютер, давай смотреть, а камеру, не камеру, а микрофон, получается я видео в Владивостоке отснял. Кстати, без начала, да, поехал, микрофон выключил, приехал в Уссурийск, ходил, ходил, там снимал, что-то себя снимал, машины снимал, микрофон был выключен. Короче, видео вот оно есть, звука нет. Жалко, конечно, потому что реально получилось классное видео. Вот, но на этой неделе еще раз планируется поездка в Уссурийск, поэтому обязательно сниму цены. Не знаю, останется та сирена, не останется. Вроде как за ней собираются приехать дней через 5, но будем на это надеяться. Итак, сегодня я вам покажу просто ценники на авторынке зеленый угол. Вот, я напоминаю, что я занимаюсь помощью при покупке автомобиля. Машины смотрю, ребят, абсолютно везде, да, будь то Уссурийск, Артем, неважно, если машина находится не на зеленке, да, потому что все думают, что я живу на зеленке, я проверяю машину только на зеленке. Машины смотрю в городе, в других городах, проверяю абсолютно любые машины. Ну, в плане, опять же, многие думают, что я проверяю только без пробежных автомобилей. Также я проверяю и пробежные автомобили. Проверка автомобиля стоит 2000 рублей. И открыта у меня новая услуга, она уже действует порядка, наверное, месяца. То есть, теперь через меня можно привезти автомобиль напрямую с аукционов Японии, без всяких накруток, да, и, короче говоря, вы себе купите именно то, что вы хотите. Хотите себе E-Power, 18-й год, 4,5 балла с пробегом 60 тысяч, максимальную комплектацию красного цвета, я вам привезу именно такой, именно такой автомобиль. Ладно, ребят, комментируем, подписываемся, смотрим видео. Еще хочу показать вам данный автомобиль, ребят, он пришел на продажу. Это Fit, 19-й год, 1,3, не гибрид, резина лето, есть бесключевой доступ, повторители, петровиков, к сожалению, нет, пробег 47 тысяч, оценка 4 балла. Чистый, аккуратный салон. Если возим машину на продажу, возим только хорошие бальные автомобили. Салон, как видите, обычный, тряпка, посмотрите состояние. То есть машину не чистили, машину не мыли. Ее вот только-только забрали. Ключ 1, климат, клевая магнитола. РБ 7, круиз-контроль, система безопасности. Пробег 47 тысяч. Ну и, собственно, вот он, аукционный лист. Кузовщина вся целая, 4 балла. Стоимость в районе миллиона рублей. Само подкапотное пространство. Двигатель не мытый. Вот еще раз повторюсь, вот такое вот состояние, в таком состоянии пришел автомобиль с Японии. Есть японский регистратор, флешки там однозначно нет. Резина лето, без литья он. Поэтому, друзья мои, если такого автомобиля, который вы хотите приобрести, нет во Владивостоке, нет в наличии на авторынке зеленый угол, теперь через меня вы можете заказать автомобиль напрямую, напрямую с аукционов Японии. Для более подробной информации пишите мне в WhatsApp. Так, ну что, раннее утро, время полдевятого, одна стоянка уже открыта. Давайте посмотрим, посмотрим, что по ценам. Итак, продается у нас стоит Daihatsu Move 590 тысяч, комплектация Custom автомобиль 2015 года выпуска. Передний привод, 2WD указано, пробег 108 тысяч километров. Неплохой, симпатичный внешний вид в автомобиле. Мне мувики, вот, ну это один из самых любимых, скажем так, для меня, кейкаров. Но их нет. Я, знаете, что вам хочу сказать? Вообще, в принципе, в принципе, автомобили на рынке, вот, приезжает человек за автомобилем, смотрит вот этот вот рынок. Машин много, по факту, автомобилей, ребят, действительно очень мало. То есть, вчера был поиск автомобиля. Пытались найти либо Fit, гибрид, да, свеженький. Пытались найти Фрида. Ничего не нашли, абсолютно ничего. Да, они как бы есть, но, во-первых, их мало. И именно вот автомобили по параметрам, чтобы он полностью соответствовал параметрам заказчика, параметрам клиента, такого нет. Хотя, поверьте, сумма была, сумма была очень хорошая. То есть, в принципе, у нас люди были готовы потратить 1 400 000, 1 400 000. Для Fit это очень-очень хорошо. И для Фрида это тоже хорошо. Вот, поэтому сейчас есть такая, ну, назовем это небольшая проблема, да, все-таки с автомобилями. Вот, поэтому я еще раз повторюсь, наверное, я многим в WhatsApp об этом говорю. Ребят, прежде чем ехать за автомобилем сюда, откройте обязательно дром, посмотрите, промониторите рынок, чтобы автомобили, чтобы они были в наличии, чтобы не получилось так, да, то, что вот вы хотите N-Wagon, вот, вы приезжаете сюда, а здесь их всего там 3-4 автомобиля стоит. Обязательно, обязательно мониторьте рынок. Если нет того, чего вы хотите, то в вашем случае привезти автомобиль с Японии. Как бы плюсы, есть, конечно же, минусы, да, вот заказы автомобиля с Японии. Вы покупаете, ну, если в двух словах по фотографиям, но, опять же, есть плюсы. Вы привезете себе именно то, именно то, что вы хотите. Ну, вот, опять же, вот, как-то я так раз и попал сразу на 3 N-Wagon. Хотите вы, допустим, N-Wagon, да, кастом, там, белый перламутровый цвет. Вот, там, хотите кожаный салон и хотите небольшой пробег. Ну, ваш вариант ввести на заказ. Итак, N-Wagon 605 тысяч, аукцион пробег 95 тысяч. Аукцион 3,5 балла. Еще раз возвращаясь к теме. Вот лежит аукционный лист. 3,5 балла. Окрас капота, окрас крыла пробег 95 тысяч. Я не проверял вот этот аукционный лист. Я не знаю, настоящий он, не настоящий. Все, любой автомобиль, любой автомобиль, в любом случае, всегда нужно проверять. Вот, ладно, давайте пробежимся по ценам, посмотрим, где указаны цены. Четвертый N-Wagon стоит. Еще стоит N-Wagon. Итак, Prius цены нет, Сиента ценника нет. Стоит Axio. 18-й год, полтора литра, 4 ВД. Хороший, неприхотливый двигатель, простой, надежный вариатор. Стоимость автомобиля 1 миллион рублей. Дальше стоит у нас Альфа. Альф очень мало на рынке. 13-й год, 12-й месяц, мотор 1,8, стоимость 1 миллион 200 тысяч рублей. Еще один N-Wagon, 4 ВД, 16-й год, 555 тысяч рублей. Так, здесь ценника нету. 14-й год, Turbo Sale написано, 535 тысяч рублей. Немного появилась Бонг, Ванетов. Итак, Бонга, 16-й год, объем двигателей у них везде идет 1,8, 4 ВД, 1 миллион 320 тысяч рублей. 15-й год, 1 миллион 40 тысяч рублей. Следующий, 16-й год, 1 миллион 170 тысяч рублей. И 15-й год, 970 тысяч рублей. Почему такая разная цена на автомобиле? Во-первых, года, во-вторых, комплектация, пробег, аукционная оценка, в каком состоянии был куплен автомобиль. То есть, ребят, нюансов, нюансов много. Вот. Так, что у нас здесь еще есть? E-Power Nismo 1 миллион 145 тысяч рублей. И еще, друзья, мои, момент такой, я не ищу машины по низу рынка. То есть, если вы хотите заказать поиск автомобиля, ну, допустим, опять же, вы хотите себе там E-Power, да, цена которого там миллион, миллион сто, опять же, в зависимости от состояния. А у вас там 850-900 тысяч. Я, когда я беру поиск автомобиля, я уверен, то, что я иду хороший, бальный, целый автомобиль. Лишь бы, что он там предложить, ну, грубо говоря, чтобы вы от меня отстали, да, я таким не занимаюсь. То есть, если я еще автомобиль, поверьте, он у вас будет клевый, хороший. И так, видите, да, вот, пустые ряды на этой стоянке. Здесь тоже автомобили стояли, здесь сейчас, сейчас их нет. Так что, это Хастлер у нас стоит 2017 год, турбо, есть не турбовые, 715 тысяч рублей. Танто, 17 год, электродверь, система безопасности, 4 балла, 635 тысяч рублей. По этой стороне стоит у нас ДАИС, неплохая комплектация, и он идет турбо, 605 тысяч рублей. Есть у нас Филдер, 16 год, полтора литра, это комплектация VXB, хорошая, клевая, модная комплектация, черный цвет, система безопасности, туманки, штатное литье, резина, правда, ребят, зима, хромручки, повторители на зеркалах, 1 миллион 30 тысяч рублей. 10 год, старенький кузов, полтора литра, 4 ВД, стоимость 810 тысяч рублей. Свеженькая мира, цена не указана, но 500-550 тысяч, примерно вот такая вот цена. Кстати, кубика, по-моему, я пропустил, довольно редкий экземпляр, неплохой на самом деле автомобиль, мне очень нравится, особенно вот нравится в этой коробочке его салон, он очень-очень большой. Итак, это 17-й год, полтора литра, 735 тысяч рублей. Смотрим, что у нас есть дальше. Продается Nissan X-Trail, X-Trail тоже один из самых популярных кроссоверов. Ну, X-Trail, почему берут? Потому что он из кроссоверов, он самый-самый дешевый. Ценник, правда, не указали здесь, может на беленьком есть? Да, белый тоже не указан. Рядом стоит у нас VISH, VISH, цена не указана. Ну, только вижу то, что он 4,5 балла. А что это? ADEHA, Nissan INVEST 150, Nissan ADE, редкий автомобиль, очень мало их. Кстати, вот такие вот автомобили, которых, которых действительно мало я не ищу. Еще раз повторю, чтобы состоялся поиск автомобиля, должен был быть выбор. Чем больше автомобилей я пересмотрю, тем лучше автомобиль я выберу для вас. Итак, это 2017 год, 1,6, 4,4, кстати, да, здесь стоит простой автомат, 770 тысяч рублей. Следующий автомобиль, это Siento, Siento, гибрид, G-комплектация, они все идут полторашечные, цена, к сожалению, не указана. На все тоже цены нет. По-моему, на следующих автомобилях ценник у нас не указан. Вернемся в начало стоянки, там ценники, ценники были. Еще момент, опять же, что касается очередей транспортных компаний, да, вот уже какое время идет прям жесткий ажиотаж по покупке автомобиля, по привозу автомобилей с аукционов, поэтому, ребят, очередь есть, в транспортной компании очередь есть. Готовьтесь к тому, то, что, ну, как минимум, но опять же, видите, все зависит от направления, но недели, две, три, ваш автомобиль сто процентов простоит здесь, в Владивостоке, будет ждать погрузки на автовоз. Давайте посмотрим, автомобиль подороже, вижу, во втором ряду стоит равчик, девятнадцатый год, два литра, четыре с половиной балла, стоимость автомобиля два миллиона семьсот пятьдесят тысяч, кстати, вот появились вот эти автомобили, равчики, прям, ну, есть выбор, есть, лифт пробежный, шестнадцатый год, это АЗЭО, шестьсот пятьдесят пять тысяч рублей, так, ну вот, подошли мы к началу стоянки, Prius, тринадцатый год, четыре года в РФ, стоимость восемьсот тысяч рублей, рядом стоит пробокс, не указано, так, а здесь мы, по-моему, были, привет, начинают появляться BMW, Mercedes, ноах, это восемнадцатый год, один миллион, восемьсот тридцать тысяч рублей, рядом стоит Days Rux, турбо, пробег пятнадцать тысяч, аукцион, статистика, выкладывают аукционный лист, замена капота, передних крыльев, замена правой двери и окрас, пробег пятнадцать тысяч, стоимость шестьсот шестьдесят пять тысяч рублей, степ-вагон, Mazda, и ценники у нас, ценники, почему-то у нас закончили, ценники, закончились у нас ценники, закончилось у нас время, то есть все, мне уже отзвонились, меня ждут подписчик, сейчас будем выбирать с ним автомобиль, автомобиль на рынке, поэтому, друзья мои, если вам нужна помощь, приобретение японского автомобиля, не стесняйтесь, звоните, пишите, если я не поднял трубку, значит я занят, я еще раз повторюсь, я не могу постоянно, сидеть с телефоном, да, и отвечать вам на смс, не дозвонились, есть у вас вопросы, написали мне ватсап, я освободился, я вам ответил, напоминаю, проверка автомобиля во Владивостоке, именно во Владивостоке, стоит 2000 рублей, остальные города, обсуждаются индивидуально, естественно, чем дальше, тем дороже, то чтобы скинуть мне автомобиль, на проверочку, заходите на дром, копируйте ссылочку, скидывайте мне ватсапе, я вам скажу, что дальше нужно делать, получайте фото, видео, отчет, а также напоминаю, то что через меня, вы можете привезти автомобиль, напрямую с аукционов Японии, и вы привезете себе, именно то, что вы хотите, мой телефон указан, под каждым видео, и в описании канала, всем хорошего настроения, всем пока,